Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях председатель Рязанского регионального отделения организации под названием «Специальная Олимпиада России» Лилиана Олеговна Станина. Здравствуйте, Лилиана Олеговна! Здравствуйте! Ну, для начала, наверное, нужно сказать, что ваша организация призвана помогать детям с интеллектуальными отклонениями. Правильно я понимаю? Вот, если можно, несколько слов об истории этой организации. Насколько я знаю, эта организация общероссийская, и теперь ее отделение есть в нашем городе. Хотелось бы чуть подробнее о ней узнать. Хорошо. Специальная Олимпиада – это международная организация, и она занимается вопросами спортивных мероприятий для лиц с интеллектуальными нарушениями. Она основана в Юнис Кеннеди Шрайвер, и первые соревнования прошли в 1968 году. В России она начала развиваться с 1990 года. Председатель специальной Олимпиады России Андрей Владимирович Павлов. Ну, а в Рязани только два года, как мы открыли это региональное отделение. То есть, правильно я понимаю, вы посредством вовлечения ребят в спорт стараетесь каких целей достигнуть? Вы знаете, работа вся заключается в организации, в круглогодичных тренировках и привлечении детей с интеллектуальными нарушениями, вовлечения в спорт различными видами спорта. Всего в специальной Олимпиаде 29 видов спорта. Но у себя мы не можем так много. Пока у нас только есть плавание, футбол, легкая атлетика. Лилияна Олеговна, вот вы как человек, который работает с этими детьми, наверняка можете сказать, какое влияние на них оказывают именно вот такие коллективные занятия, каким-то видом спорта. Чем это полезно ребенку вот с подобными отклонениями? Мы преследуем такую цель, чтобы дети стали полноправными членами общества. Чтобы не было озлобленности со стороны общества к этим людям. Поэтому есть программа двигательной активности, по которой развиваются дети с тяжелыми поражениями, которые не могут участвовать в официальных программах, в официальных соревнованиях специальной Олимпиады. Программа Unified – это объединенный спорт. Она представляет собой почти одинаковое количество детей с интеллектуальными нарушениями и обычных людей. Семейная программа – это ядро всей специальной Олимпиады. Потому что как никто, как семьи, помогают своим детям. Молодой атлет. Эта программа направлена на развитие физических возможностей у детей с трех лет. Поэтому мы пытаемся сейчас с детским садом, коррекционный у нас есть детский сад, пытаемся с ними тоже познакомиться поближе. Здоровый атлет – это организация более серьезная, более серьезное медицинское обследование. И, ну, цель этой программы – достичь более серьезной физической формы. И программа «Присоединяйтесь». Вот, наверное, эта программа, она как бы помогает людям без отклонений понять детей, людей, которые имеют интеллектуальное отклонение. – Лилияна Олеговна, Вы сказали, что в нашем городе эта организация существует уже на протяжении двух лет. Вот, если можно, у нас в городе каким образом проходят какие-то занятия? Дети с какого возраста могут эти занятия посещать? Вид спорта, который пока развивается у нас – это плавание. Мы участвовали в соревнованиях. Первый раз мы участвовали в соревнованиях специальной олимпиады, которая во всероссийских, который проходил в Йошкрале в 2011 году. Но мы участвовали как гости, потому что организация не была зарегистрирована. И помощь нам большую оказал Минспорт. Возрастных ограничений в специальной олимпиаде нет. Вот молодой атлет начинается с трехлетнего возраста, и у взрослых ограничений по возрасту нет. – То есть это организация не только для детей? – Она не только для детей, но и для взрослых. Просто нам еще очень трудно донести до людей, что есть такая организация, найти помощников, найти людей, которые захотят участвовать, помогать. – Сколько у вас на сегодняшний день воспитанников? – Вы знаете, в основном мы занимаемся, первые, кто откликнулись, это школа номер 23. И, в общем-то, многие дети из этой школы занимаются плаванием. Даже те, которые не могут участвовать в официальных соревнованиях, все равно приходят. По субботам у нас есть день, суббота выделен, час, когда дети приходят заниматься плаванием. – Скажите, вы, как человек, который их наблюдают, какими они пришли и какие они сейчас, вы можете сказать, что что-то в них меняется, в их восприятии мира, в их отношении друг к другу, к семье? – Это все очень сложно, и так быстро это не получится. Для этого нужна очень большая работа. – Существует какой-то список заболеваний, с которыми к вам можно прийти? Или, в принципе, это должны быть только интеллектуальные нарушения? Или любой ребенок с какими-то серьезными проблемами в здоровье может к вам обратиться? – Ну, в основном программа рассчитана на людей с интеллектуальными нарушениями. Но есть же дети, у которых интеллектуальные нарушения и физические нарушения опорно-двигательного аппарата. С такими детьми мы тоже хотели бы заниматься. Единственная проблема – у нас нет помещения, где бы мы могли устроить тренажерный зал и проводить занятия. Мы вынуждены просить. Мы занимаемся по семейной программе пока, но стали объединять школы-интернаты Рязанской области. Объединяет ребят с интеллектуальными отклонениями специальная Олимпиада России, конечно же, посредством спортивных мероприятий. Так, 16 декабря в спортзале завода «Сам» прошел первый чемпионат по мини-футболу. В нем встретились шесть команд из различных коррекционных школ-интернатов Рязани области. Этот чемпионат стал отборочным для всероссийских соревнований, так что вполне возможно, что этих мальчишек ждет спортивное будущее. Ведь, несмотря на ограниченные возможности здоровья, они хотят, могут и умеют ничуть не меньше остальных своих сверстников. Просто им нужно немного помочь в достижении этих целей. Если сейчас вдруг нас смотрят неравнодушные люди, которые хотят каким-то образом помочь, вот как это можно сделать? Прийти, просто сказать, я вот хочу, и вы найдете, в общем-то, вектор применения их желания? Ну, на протяжении, наверное, вот этих двух лет мы пытаемся искать людей, которые нам бы помогали. Но как бы я не вижу пока очень много желающих. А с чем вы это связываете? С чертвостью людей? Нет, не с чертвостью людей. Просто не до конца понимают, что это такое. Сначала нужно это показать, чтобы видели, потом, наверное, поймут. А просто на словах очень трудно объяснить, что такое специальная Олимпиада России. Что ж, спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что люди, которые нас увидели, может быть, у них возникнет желание каким-то образом поучаствовать в деятельности вашей организации. И тогда мы просим звонить нам в студию, и мы поможем связаться с Лилианой Олеговной. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok